что мы здесь делаем и куда мы пойдем как будто мы просыпаемся однажды утром и на шоу идем не задавай вопросов просто будь как все делай как можно больше денег не станешь чем суете копируй все что видишь по ящику от причесок до одежды не думай часто слушай что говорят невежды а если что пошло не так алкоголь твоя надежда все еще лезут мысли добавь звука на радио а еще есть наркотики секс и рок-н-ролл но если честно я просто хочу знать неужели смысл жизни лишь в одном рождаться взрослеть жить и умирать оставив прошлом семью и дом ведь все имущество собой не заберем мне и правда надо знать пока я не оказался под землей я просто не хочу рисковать своей душой я не готов испытывать судьбу это обычные вопросы о смысле жизни и я лишь ответы на них ищу такие как что мы здесь делаем и в чем наше предназначение как мы оказались здесь и кто создал нас такими совершенными что будет с нами после смерти и стоит ли этот мир устремлений нам не приходится на эти вопросы отвечать но неужели смысл жизни все на природу возлагать и ни о чем не размышлять но тогда позвольте мне спросить человек сам себя создал или это был тот кто образ вам придал потому что ты человек созданный безупречно неповторимо и гармонично вы создание всемогущего творца а я просто стараюсь мыслить логично и ни одна камера на земле на глаз человека не похоже а мозг работает так как ни один компьютер никогда не сможет и даже если вместе всех людей собрать не сможем даже маленькую муху мы создать так много знаков а мы все продолжаем отрицать наука пытается доказать что все это можно создать хотя легко посчитать 0 плюс 0 плюс 0 никогда не сможет единицу дать так откуда же этому порядку возникать все имеет создателя творца происхождение свое и даже чтобы посмотреть это видео вы должны были сначала загрузить его если верить теорию большого взрыва выбор ваш то я верю в того кто создал этот взрыв и нас аллах создатель всех существ вселенной вечно живой господь тот кто контролирует все не похожий на свои создания его невозможно представить нет он не похож на человека и нет у него сотоварищей он ни в чем не нуждается и никогда не оставляет к нему обращающихся создав нас он послал руководство по жизни нам это коран и ислам и простите меня но это единственное верное утверждение то что он один всевышний аллах единственное его определение коран книга где нет противоречий есть перечисление фактов и знамений и все это было неспослано более чем за 14 столетий примеру человеческого зародыша детальное описание описание корана о зародыши человека никак не могло основываться на знаниях седьмого века описание гор воздвигнутых чтоб землю укреплять едва не смешивающихся моря что заставляют размышлять движение планет по орбитам смена дня и ночи и все это постоянно непрерывно и точно расширение вселенной и создание всего живого из аж два о сохранение тела фараона как одна из историй прошлого указание на низшую точку на земле где рим был побежден персией и семенная жидкость из которой человек возникает она между ребрами и позвоночником протекает ни одно слово не добавили коран без изменений так объясните же как могли об этом знать более 14 тому назад столетий как мог знать об этом человек который не мог ни читать ни писать и что внушал ему ангел он должен был передать а если вы все еще не верите то попробуйте такое сочинять но вы не можете а потому способны лишь веру в шутку превращать послание пророка для вас как старые сказки и былые легенды жизнь ваша лишь желание похоть и слепые надежды читая что эта жизнь наш единственный дом мы будем жить а потом умрем и просто превратимся в прах мы все живем один лишь раз поправка даже увядшая трава возрождается льющийся с неба водой и аллах обещает сделать то же самое с твоей душой и воскресить тебя начиная с отпечатков пальцев на ногах и так тщательно смотрит за нами всевышний всевидящий аллах что несомненно мы будем испытанию подвергнуты нашим богатством нашим здоровьем нами самими и всем чем мы были наделены так уверуйте же ибо обязательно мы будем воскрешены человек перед господом в ответе за дела предстанет он вручит нам наши книги и прикажет читай о плохом и хорошем все записи ты должен прочитать достаточно того что ты сам свои деяния будешь считать так что не злитесь на меня скажет господь вы ведь думали что ко мне назад не вернетесь я дал вам всю эту жизнь чтобы меня найти но вы стремились только временное обрести так что читайте для тех кто уверовал радостные вести но если ты не веришь читай и пусть последний день не будет первым днем когда мы наконец смысл жизни своей поймем читай то есть Продолжение следует...